На выборах президента Приднестровья 12 декабря в избирательном бюллетене не будет графы против всех. Вадим Красносельский подписал изменения в избирательный кодекс в июне 2021 года, то есть за три месяца до выборов главы государства. Возникает вопрос, почему депутаты партии обновления, представляющие интересы крупного бизнеса, решили тихо и без шума исключить эту графу, и почему президент подписал этот закон без возражений. Дело в том, что на выборах без выборов в Верховный Совет ПМР в ноябре 2020 года более 20% избирателей впервые в истории республики проголосовали против всех. Причина такого протестного голосования заключалась в том, что на 23 избирательных округах были только кандидаты от обновления и фирмы «Шериф» в единственном числе. Несмотря на то, что избирателям попытались навязать так называемые выборы без выбора, граждане Приднестровья нашли способ выразить свой протест. Так явка на эти выборы составила всего 27%. И стала самой низкой за всю историю выборов в парламент Приднестровья. Явка избирателей по республике более 27%. А за кандидатов от партии обновления и фирмы «Шериф» проголосовало всего 18,8% избирателей. Это, конечно, полный провал. Фокус с выбором без выбора решили повторить и в президентской кампании. Однако боязнь президента и крупного капитала, что 20% граждан могут прийти и проголосовать против всех, то есть против Вадима Красносельского, заставила партию власти изменить избирательный кодекс и исключить графу «против всех». При этом депутаты решили как бы схитрить. Для выборов сельских районных городских депутатов, а также избирательной кампании Верховного Совета ПМР, графа «против всех» осталась. А для выборов президента ее отменили. С нашей точки зрения, убрав графу «против всех» исключительно под выборы президента, гарант Конституции нарушил основной закон в части конституционного права гражданина на право выбора. Такие манипуляции, с избирательным законодательством, на фоне полнейшего отсутствия избирательной кампании, не позволяют назвать происходящее сегодня в Приднестровье, выборами главы государства. Это классический захват власти под прикрытием избирательного процесса. Такое отношение к выборам со стороны Красносельского и Пынзаря, это неуважение к собственным гражданам. В этой ситуации считаем, что граждане должны идти на выборы и вычеркивать таких кандидатов в президенты из бюллетеня. Чем больше избирателей вычеркнет этих двух кандидатов, тем больше шансов, что они не получат половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. А это является основанием для признания выборов несостоявшимися. Приднестровью нужны конкурентные и демократические выборы, а не фейковый избирательный процесс. Задумайся.